всем привет меня зовут александр голландцев я занимаюсь табло в компании биоконсалт сегодня мы с вами обсудим то как можно обновить табло сервер табло довольно часто обновляет все свои продукты какие-то ощутимые обновления происходят раз в три месяца а чуть поменьше то есть закрытие каких-то багов или новые патчи они появляются чуть ли не ежемесячно а иногда и чаще поэтому необходимо обновлять табло сервер максимально регулярно тем не менее торопиться никогда не стоит сейчас вам покажу как это можно сделать все делается довольно просто прежде всего нам нужно убедиться что наш ключ продукта поддерживает версию до которой мы собираемся обновиться сейчас на самом ли это не очень актуально это было актуально версии до 2018.1 когда ключ указывал только на конкретную версию нам необходимо следующим этапом сделать резервную копию нашего сервера на всякий случай чтобы застраховаться каких-либо проблем и чтобы можно было после этого откатиться и вернуться хотя бы к тому что было и не потерять уже какие-либо наработки самый простой третий пункт скачать установочный файл из интернета затем необходимо запустить установочный файл после нам предлагается выбрать новую инсталляцию и табло автоматически распознает что уже этого сервера стоит и мы его собираемся обновить нам обязательно необходимо выбрать галочку автоматик или launch забавли апгрейд скрипт мы ее ставим нажимаем ok и процесс пошел тем не менее если вы не успели поставить эту галочку все еще можно исправить вы открываете командную строку переходите вот сюда и запускаете скрипта апгрейд тсм все после этого запускаете того сервер и обновление готово со всеми загрузками подготовки и впрочем можно уложиться в час полтора в худшем случае два давайте перейдем вот тот самый табло сервер который был установлен в прошлой серии теперь давайте попробуем обновить давайте сначала проверим его версию 2020.3.4 давайте обновим до 2020.4 переходим в google вводим ссылку там табло сервер 2020.4 download и скачиваем его последнюю версию вот максимального размера это займет естественно какое-то время ну в данном случае показывается в 20 секунд можно дождаться все прекрасно скачалось теперь переходим во вкладку где он скачался вот у нас лежит тут и запускаем запускаем от имени администратора сейчас должно быть высветится предложение о том чтобы продолжить да мы принимаем все остальное необходимо next вот видите здесь табло сервер говорит о том что у нас уже есть уже что-то установлено поэтому нам нужно его обновить он предлагает сделать нажимаем кнопочку install он снова проверяет hardware параметры то есть на соответствие памяти и процессору и просто по высшему счету устанавливает что касается новой версии как видите некоторые шаги были пропущены об сравнении с тем что презентация видимо в новой версии обновили до такой степени что теперь не приходится даже ничего выбирать он автоматически распознает что нужно обновлять то есть процесс еще проще стал должен довольно быстро обновить его и после мы посмотрим вот все же мы пришли к новому предложению этого сервера обновить его мы нажимаем галочку чтобы не водить через командную строку ничего и нажимаем ok и теперь давайте мы берем chrome и он все должен просто показывает меню и одновременно с этим в командной строке все автоматически запускается и показывается как все работает то есть табло сервер показывает как он будет обновлять его нажимаем yes и он выключает сервер обновит его и это займет какое-то время 1605 минут но мне кажется можно начать подбольше что касаемо то время пока это все обновляется давайте я вам покажу что касается самого скрипта то есть мы переходим диск c нас интересует программ файлс табло табло сервер пэкэджи с секунду как видите у нас две разных версий тот временно есть скрипты вот скрипты и вот здесь у нас находится апдейт sm апгрейт sm то есть мы его выбираем и после этого у нас все то же самое нужно запуститься вот это что касается обновления сервера то есть осталось подождать какое-то время он полностью обновиться и у нас будет новый обновленный сервер целом это все что хотел рассказать что касается обновления сервера всем спасибо за внимание